Игорь Гиркин, псевдоним Стрелков. По версии российских патриотов, один из главных героев так называемой «Русской весны». Для украинцев – военный преступник. В ночь с 11 на 12 апреля 2014 года Игорь Гиркин с отрядом численностью около 50 человек пересек украинскую границу и затем захватил административные здания в городе Славянск. Так началась война на Донбассе. То, что эти события являются спецоперацией Кремля, ни у кого не вызывало сомнений с самого начала. Сепаратические угруппования, которые координуются российскими спецслужбами. Однако 8 лет назад официальные российские власти всячески открещивались от своего участия в конфликте на востоке Украины, представляя его как исключительно гражданское противостояние между местным населением и Киевом. Это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Но уже осенью 2014 года Игорь Гиркин в интервью Александру Проханову сказал, без его участия никакая война бы просто не началась. Слова, которые впоследствии будут многократно цитироваться, звучали так «Спусковой крючок войны все-таки нажал я». В дальнейшем Гиркин от них никогда не отказывался. Так Игорь Стрелков-Гиркин вошел в новейшую историю, как разжигатель войны, которая в этом году перешла в войну широкомасштабную. Весной 2014 года Гиркин был фигурой таинственной. Командир так называемого ополчения был известен под позывным «Стрелок». Впрочем, уже в конце апреля Гиркин вышел из тени и дал свое первое интервью изданию «Комсомольской правды», рассказав о воюющих против Киева людях. Это действительно ополчение, сильно разбавленное, конечно, добровольцами из других регионов Украины. Автор материала называл Гиркина новым героем с ярким имиджем и отрицал обвинение Украины в том, что тот является сотрудником российских спецслужб. Аргумент был использован классический. Игорь Стрелков уволился из ФСБ и давно находится в запасе. Так из Гиркина делали русского героя-пассионария, который по собственному желанию и руководствуясь личными убеждениями возглавлял сепаратистов из Донецка. Стрелков Гиркин известен как человек монархических взглядов, серьез увлекающийся историей. Он окончил Московский историко-архивный институт. Одно из главных увлечений в его жизни – историческая реконструкция. Во взломанной в 2014 году почте Гиркина большая часть переписки и была посвящена как раз темам военной исторической реконструкции и торговли раритетным оружием. Например, еще будучи сотрудником ФСБ, Гиркин возмущается новостью о задержании директора антикварного магазина. Там хранилось оружие времен Второй мировой. Начали перед Новым годом отчетность поправлять. Это они умеют. Как-никак легче, чем с реальной преступностью бороться. Однако у Игоря Гиркина есть и другой послужной список. В 1992 году, сразу после окончания института, он вдвоем с товарищем отправился воевать в Приднестровье. Судя по всему, его мотивы не сильно отличались от мотивов, которые побудили его начать войну на востоке Украины. Вы поехали добровольно воевать в Приднестровье в Черноморское казачье войско ПМР на стороне пророссийских сепаратистов. Так? Ну, для вас это сепаратисты, а для меня это русские люди, защищавшие свою землю. Буквально сразу после Приднестровья Гиркин, также по собственному желанию, отправился в войну в Боснии и воевал добровольцем в войске Республики Сербской до 1993 года. В следующей своей войне во Второй Чеченской кампании Гиркин участвует уже в качестве сотрудника ФСБ. Когда мы собирали сведения об исчезнувших в Веденском районе Чечни, в случае исчезновения шести человек мы получили сведения о том, что к их исчезновению причастен некий офицер по фамилии Стрелков, который был одним из основных участников исчезновения людей. В отставку официальный Гиркин вышел в 2013 году. После этого устроился работать к небезызвестному российскому бизнесмену Константину Малафееву. Этого бизнесмена неоднократно обвиняли в причастности к конфликту на Востоке Украины. У Малафеева Гиркин работал начальником службы безопасности инвестиционного фонда «Маршал Капитал». Там же работал и другой представитель, так называемый ДНР, Александр Бородаль. Впоследствии он станет премьер-министром непризнанной республики. Во время начала боевых действий, а затем и объявления о суверенитете ДНР, Игорь Гиркин станет командующим вооруженными силами ДНР, а затем главой Совета безопасности и министром обороны. Летом 2014 года Стрелков Гиркин и вовсе объявил себя военным комендантом Донецка. Одним из главных эпизодов войны 2014 года стало крушение Боинга MH17. В середине июля малайзийский лайнер, который летел в Куала-Лумпур из Амстердама, был сбит в небе над Донбассом. Причем сбит был и зенита ракетного комплекса «Бук», который состоял на вооружении у российской армии. Погибло почти 300 человек, и Кремль до сих пор отрицает свою причастность к катастрофе. Уже через несколько дней после крушения, Международная следственная группа заявила, что подозревает нескольких человек. Среди них Игорь Гиркин. Экс-офиццо, в силу занимаемой должности, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин несет ответственность за уничтожение самолета и гибель 298 человек. Крушение Боинга стало поворотным моментом в ходе конфликта. Проект Новороссии трещал по швам, и ни донецкий комендант, ни министр обороны Гиркин, судя по всему, Кремлю стали не нужны. Со своего поста он был отстранен тем же летом, когда куратором Донбасса стал Владислав Сурков. Лидер ДНР Александр Захарченко заявил, что Гиркин уходит в месячный отпуск. Впрочем, на свою должность он так и не вернулся, а Захарченко, как и прочие яркие лидеры так называемой Новороссии, был убит через 4 года. Судьба же Гиркина-Стрелкова складывалась дальше поразительно удачно. Он вернулся в Россию и стал раздавать интервью. Организовал движение Новороссии, которое официально занимается гуманитарной помощью военным в ДНР. По некоторым оценкам, только на самой войне 2014 года Гиркин мог заработать 15 миллионов рублей. Также Стрелков стал популярным блогером, а после начала войны даже позволял себе критику властей. Впрочем, более миролюбивым он от этого не стал. Например, он с самого начала призывал объявить мобилизацию. А одно из его выступлений по поводу хода новой войны даже разлетелось на мемы. Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью. За свою критику кремлевской спецоперации и российской армии Гиркин периодически подвергался атакам со стороны пропагандистов. Когда Славянск сдал, и вместо того, чтобы взять автоматы и поехать сейчас умереть за свои идеалы, сидишь и через губу всех дерьмом поливаешь. Это не русский офицер. Это уже все. Он человек фанатичный в том смысле, что он все видит в своей системе координат. И эта система координат очень неудобна для российских военных. А в августе этого года Стрелков Гиркин снова разошелся на мемы. При попытке попасть на фронт он был задержан в Крыму с поддельными документами на имя Сергея Рунова и с бритыми усами. В середине октября военкоры сообщили, что бывший министр обороны ДНР все-таки уехал на войну. Доказательства привели слова жены Гиркина Мирослава Регинской. Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо и куда пропал и так далее? Отвечаю. Все хорошо. Скоро выйдет на связь. Украинская разведка пообещала забрянение Гиркина 100 тысяч долларов. Впрочем, в том, что бывший командующий армией ДНР действительно находится на украинской территории, есть серьезные сомнения. 19 октября Гиркина якобы заметили в Ростовской области. Пока сам Гиркин молчит, его имя вновь появилось в ведущих средствах массовой информации. Так, 17 ноября окружной суд Гаги признал виновными в крушении малазийского Боинга трех человек. Среди них Игорь Гиркин. Бывшего героя русской весны приговорили к пожизненному заключению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok